Плешивенький ветеран обнуления заговорил про выборы. Самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность. Рыженькая диверсантка выбралась из подвала. Вот вам, вот вам, чтобы мы рассыпались. Крепостные учат язык хозяина, своего царя. Самый большой страх у лишних ромосомных вот такой. Конечно, в первую очередь НАТО. Это самое страшное. Бордых чеченцев собрали посмотреть на награждение младшенького пузыря. Кадыров Али Рамзанович, помощник главы Чеченской Республики. Кадыров Адам Рамзанович, начальник службы обеспечения безопасности главы правительства Чеченской Республики. Друзья, плешивый ветеран обнуления начал монолог про типа выборы. Со своей, наверное, лучшей шутки. Самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность. Опа! У двойников Путина пополнение. Кудмурту и банкетному присоединяется Путин-приколист. Работать, конечно, нужно со всеми наблюдателями от партии власти, от оппозиции. Именно в силу того, что я только что сказал. Чтобы легитимность была очевидной абсолютно. А кто не понял, вот вам видеоурок, как нужно работать с наблюдателями от оппозиции. Здесь присутствуют сотрудники избирательных комиссий, проявившие мужество при выполнении возложенных на них задач. Сегодня вам, уважаемые коллеги, будут вручены государственные награды страны. Я думаю, всего наград будет три. За продажность, за беспринципность, ну и, конечно же, за лучший вброс бюллетеня. Я хочу просто от себя, от страны, сердечно вас поблагодарить. Сказать вам спасибо за смелость и верность России. Спасибо, родненькие. Спасибо, что 23 года мне не изменяете. А то я уже переживал, может, кто хочет тут, чтобы война закончилась, а? Нет рук, да? Ну тогда спасибо, родненькое стадо. Побудем еще вместе. Ура! Наша главная рыженькая диверсантка, друзья, наконец-то выбралась из подвала. Поздравляю. Правильно ли я понимаю, что то, что вы сказали, вам приписывают, вы не говорили? Абсолютно. Я уже была в том состоянии, что я не могла. Правильно? Вообще хорошая тактика. Ты, малышка, отрицай. Ничего не было. Слава Украине! Слава Украине! Вы в отрядах Путина? Да, я в отрядах Путин. Я вот немножко еще поправлюсь от этих всех сплетен, этого сатанизма, и опять вернусь в строй. Ого! Оказывается, что после украинских журналистов ей позвонили еще и сатанисты? Извини, сатана! Извини, песню забивай! Извини, сатана! На-на-на-на-на-на-на! Если честно, друзья, есть даже какой-то плюс в том, что она не рассыпется. Лично я очень жду выпуск отрядов Путина прямо с похорон Путина. У любителей убивать соседей спросили, что страшнее, разбитые дороги или НАТО? Конечно, в первую очередь НАТО. Это самое страшное. Конечно, страшно. Байден и Столтенберг – это ж как злые Деды Мороза. Они за одну ночь успевают выкрутить абсолютно все лампочки сразу из всех подъездов, которые за МКАДом. Там особенно терапевтическое отделение. Это настолько плохой стационар, настолько сарай самый настоящий. Он сколько лет, наверное, не ремонтировался. Ооо! Неужели все-таки бабулька боится, что у них, может быть, больницы в ужасном состоянии? Ну вот если брать стационар и НАТО, то пусть, по-вашему, лучше стационар таким останется, но НАТО не подойдет. Пусть будет стационар таким останется, но вот если НАТО, так нет, нет, не надо, не надо, НАТО. А нет, фу, НАТО все-таки страшнее. Друзья, если вы тоже подозреваете, что она думает, что НАТО – это такая большая-большая больница для геев и рептилоидов, с вас лайк этому видео. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Друзья, если вы не члены Российской избирательной комиссии и не являетесь стадом Путина, не забудьте подписаться на канал Грощи, поставить обязательно лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы следующие выпуски не пропустить. Вот мой инстаграм, на него тоже подписываемся. Продолжаем. Гордых чеченцев собрали посмотреть, как младшенькие Пузыря собирают медальки. Награждаются орденом парламента Чеченской республики Даймехкан Си Кадыров Ахмат Рамзанович. Я, честно говоря, уверен, что где-то рядом с танковым заводом стоит еще и завод по производству медалей для деток Кадырова. Кадыров Али Рамзанович, помощник главы Чеченской республики. Кадыров Адам Рамзанович, начальник службы обеспечения безопасности главы правительства Чеченской республики. Слушайте, я знаю, кажется, для чего это все делается. Они хотят настолько обвесить Адамку медальками, чтобы за ним потом спрятались его пухленькие щечки. Отлично. Трудные времена, друзья, у холопов. Кроме языка царя, им еще теперь нужно выучить и язык хозяина своего царя. Ох уж эти крепостные. Значит, сначала они поют. А потом сразу. А чтобы сдать экзамен на вот этих курсах, нужно выучить всего три фразы. Сделаю хозяин. Спасибо, хозяин. Ну и, конечно... Он показывал, пишу, пишу, пишу. Друзья, если вы тоже согласны, что Путин, даже если своим избирателям... Друзья, если вы тоже согласны с тем, что Путин может заставить своих избирателей дерьмо жрать, но все равно они будут бояться больше всего в своей жизни НАТО, не забудьте подписаться на канал Гроща. Жду в комментариях ваши впечатления от выпуска. Подписывайтесь на мой инстаграм. И, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Пока.